Инфинити Граф предлагает вам приобрести технологию получения расширенного графита. Графит — это широко доступная природная ископаемая. Это минерал, который состоит только из одного элемента — углерода. Кристаллические графитовые решетки являются слойстыми и состоят из правильной гексагональной решетки атомов углерода. Графен — двухмерная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. В нашей технологии используется измельченный графит, который обрабатывается специальным соединением химических элементов, в результате чего молекулы интеркалируемых веществ внедряются между слоями графита. При воздействии высоких температур мы получаем расширенный графит. Обработанный графит раздувается, как попкорн на сковороде. Из одного химически обработанного стакана графита мы получаем в 20 раз больше расширенного графита. А именно, из одного кубического метра мы получаем 20 кубических метров порошка расширенного графита с графеновыми блоками и графеном в один атомный слой. При нагревании интеркалированные соединения, внедренные между слоев графита, переходят в газообразное состояние и взрывообразно высвобождаются, при этом разрывая и отдаляя слои графита друг от друга. Увеличение 100 микрон, где мы видим графитовые структуры, которые являются термически расширенными частицами графита. Среди них присутствуют слои графита толщиной в один атом, который является графеном. Также здесь имеются слои графита толщиной до 10 атомов, которые также проявляют свойства графена. Получение такого расширенного графита является технически несложной задачей, которую можно реализовать в закрытом помещении и при этом получать большие объемы данного вещества. Насыпная плотность данного вещества приблизительно 6 кг на кубический метр. Стоимость получения продукта низкая. Этот материал можно использовать для сбора отработанного моторного масла или нефти с поверхности воды. Этот порошок в своем конкретном применении действует как абсорбент, который поглощает любой нефтепродукт, содержащий масла и парафины. Количество абсорбента, используемого для сбора нефти, зависит от плотности нефтепродукта. Для сбора 1 литра нефти с поверхности воды потребуется 100 г порошка расширенного графита, в объеме это 4 литра. Порошок быстро впитывает моторное масло и легко собирается с поверхности воды. Собранный материал можно выжать или прессовать в брикеты, сжечь или использовать в качестве топлива. Порошок можно использовать повторно. Этот материал обладает фильтрующими свойствами. Это может использоваться в фильтрации воды, чтобы очистить от нефти и различных отложений. Этот абсорбент можно использовать для сбора отработанного моторного масла, а также нефти с различных поверхностей. Материал может использоваться в электротехнике и суперконденсаторах. Этот материал может быть использован при производстве термоэлектрогенераторов, где электрическая энергия генерируется при потенциале разности температур. Тепловая энергия преобразуется в электрическую энергию. Также этот материал можно использовать для производства аккумуляторов. Из расширенного графита методом прокатки можно делать фольгу, которую используют в качестве уплотнительных прокладок, электромагнитных экранов, теплопроводящие экраны. Электронагревательные элементы, путировочных покрытий, огне, химические и радиостойкие. Также из него делают графитовую пряжу, нить. Для сальниковых набивок, плетеные графитовые уплотнительные и прокладочные ленты, теплоизоляционные защитные ткани и полотна, элементы конструкции молнии отводов, прессованные графитовые и композитные кольца. Металлургия. Если использовать в качестве защиты наш расширенный графит, то это надежно защитит сталь от контакта с кислородом и при этом не вызовет дополнительного наулероживания стали. Более того, за счет теплоизолирующих свойств расширенного графита потребуется намного меньше — 25-35% электроэнергии для переплавки. Здесь вы видите в сравнении, как выглядят графитовые чешуйки, червеобразные частицы расширенного графита, расширенный графит в измельченном виде.